Новый экзотический гранатомёт Горстка Пепла. Самый доступный экзот сезона. Прошла неделя с его появления, а главное, чем он успел прославиться, это багом, из-за которого команды, вооружённые шестью такими гренниками, убивали за считанные секунды любого рейдового босса. Выглядит, конечно, весело, но не нужно думать, что Горстка всегда будет таким мощным. Безусловно, баг пофиксят, и тогда куда важнее будут реальные цифры его урона и способы применения. Хотя, они тоже вполне себе не скромные. В общем, посмотрим сейчас, как и где он работает, поделюсь своими впечатлениями, но сначала небольшое сообщение от спонсора этого видео. Страж, если твоего времени не хватает, напарники подводят или их нет, а иметь экзоты и легендарки и триумфы очень хочется, советую хороший сайт dwing.net. Любые квесты, пушки, триумфы, рейды и другую помощь ты можешь получить у ребят. Сайт работает давно, есть много отзывов клиентов и способов оплаты. Ты можешь проверить сам, а по коду TripleVibe действует 15% скидка на все услуги. Ну а если не разобрался или остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Теперь назад к видео. Итак, получить горстку пепла можно из сезонного пропуска. Если у вас куплен сезонный абонемент, то вам выдадут экзот прямо сразу на старте, а если нет, вы можете получить его докачав билет до 35 уровня. У оружейника в башне вы можете сразу же забрать экзотическое поручение на катализатор для этого гранатомета, и это классический гринд на гринде. Во-первых, вам нужно выбить ключи от хранилища, которые будут падать вам за убийство из особых гранатометов и кинетического оружия. Потом вам нужно набрать сомнительные очки роскоши, аж 300 штук, которые выдаются за завершение матчей Гарнила, Гамбита или плейлиста Сумрачных налетов. За победу в матчах Гарнила, к примеру, дают по 5 очков, так что посидеть придется плотненько. Кроме того, вам нужно сделать 100 убийств из гранатометов в Гарниле, и 20 множественных убийств, что возвращает нас во времена квеста на горную вершину. А то соскучились, можно подумать. Но катализатор определенно стоит того. Об этом я расскажу чуть далее, давайте сначала посмотрим перки гранатомета. Главный экзотический перк муки первобытника. Снаряды, выпущенные из этого оружия, заражают мором цель или окружающую территорию. И название, и описание сразу наводят нас на мысль о том, что гранатомет идеально подходит для режима Гамбит, где урон по первобытнику и окружающим его противникам может решить исход матча. Второй основной перк Вабанк. Говорит нам о том, что пораженные мором цели получают урон в течение длительного времени, а после смерти заражают мором окрестности. То есть это как шип на максималках. Вы попадаете в тушу врага, он получает периодичный урон, а потом, после смерти, еще и оставляет на месте гибели смертельную лужу одержимых. В пвп этот перк отлично работает. Не в состязательных играх, конечно, его использовать, но в плейлистах быстрых матчей вполне себе можно поразвлекаться, поскольку прямое попадание в стража убьет его спустя несколько тиков. Убьет даже если страж при этом ультует. Так что... Вау, довольно мощная штука. А уж сколько идиотских ситуаций будет возникать, когда страж с попавшим в него снарядом будет забегать за укрытие к своей команде, умирать там и ронять под себя очаг, который ранит или убьет еще кого-то. Ух, за такие мувы можно сразу премию Дарвина выдавать. Но, я не хочу останавливаться на пвп. Все же давайте поговорим, как его применять в пве, насколько важен катализатор и понравился ли гранатомет мне лично. Итак, вот этот очаг, который создает после себя выстрел по поверхности, это и есть зона с периодическим уроном. Довольно большая, согласитесь. То есть, пока противник находится в ней, он получает урон. Так мы можем идеально зонить территорию в режиме контроль, например, или в сложных пве активностях, в которых толпы мелких мобов, валящих со всех сторон могут навредить не меньше серьезных противников. Но если мы все же говорим об уроне по боссам, то гораздо выгоднее стрелять в тело врага. Попав напрямую в цель, периодичный урон будет наноситься дольше, чем на земле. 10 секунд против 7. Тиков будет меньше, но при этом само количество урона от каждого этого тика будет больше. В общей сложности за один выстрел в тело вы нанесете порядка 64 тысяч урона, а за выстрел под врага лишь 50 тысяч. Очаг будет как бы внутри противника, и на момент его смерти он выпадает из него и будет лежать на земле, нанося урон по площади еще в течении 7 секунд. Но! Самый интересный урон по боссу или по жирному мобу вроде этого мы получим при суммировании выстрела в тело и под моба. Такой тип нанесения урона сильно выручит вас в активностях, где у вас нет возможности стоять на одном месте, например в подземельях, в новом подземелье, в миссиях типа шепота, вы можете сделать выстрелы и быть уверенным, что по цели наносится достаточное количество урона. И вы можете сказать, что ой, что-то мне это напоминает, у нас уже есть гранатомет, который наносит урон по противнику, прикрепляемым к нему снарядом, анархия. И да, горстка пепла это такая мини-анархия в этом смысле. Но вы можете использовать этот гранатомет в первый слот, заряжая его зелеными патронами, так что в каком-то смысле он доступнее анархии. Не говоря уж о том, что получить его не стоит ничего. Как и анархия, горстка пепла отлично комбинирует не только множество своих же гранат для увеличения урона, но и отлично работает в связке с другим оружием на высокий урон, например с мечами или гранатометами с шипами. Так что вы теперь можете дать выстрел в тушу, под тушу, а затем помочь уроном еще с какого-нибудь топ-тир оружия. И это великолепно. Теперь о катализаторе. Почему его стоит делать и почему он важен. Итак, катализатор увеличивает параметр обращения с оружием до максимального значения, плюс добавляет возможность автоматической перезарядки после короткого периода времени. Что это значит на практике? Давайте покажу. Вот гранатомет в первый слот, другое оружие во второй слот, я стреляю с него, нанося урон по каким-то противникам, затем переключаюсь на горстку и делаю выстрел, что довольно медленно. Потом переключаюсь обратно на ппшку, снова стреляю, возвращаюсь на гранатомет, и тут опять перезарядка и снова медленный выстрел. Это все очень и очень долго. Очевидно, одна перезарядка отнимает массу времени, не говоря о том, что сами снаряды из оружия довольно медлительные. Что ж, теперь давайте я установлю катализатор и покажу, что изменилось. Повторяем сценарий с ограм. Я стреляю со второго оружия, переключаюсь на гранатомет, делаю выстрел, обратите внимание на сколько скорость переключения на оружие выросла, затем я продолжаю стрелять из ппшки, переключаюсь на гранатомет снова, и я сразу же готов делать новый выстрел, поскольку гряник уже перезарядился в кобуре. Сколько раз я бесился от ситуации, когда я выпускаю выстрелы из анархии, переключаюсь на горку, чтобы внести доп. урон, потом переключаюсь назад и так далее, 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 а горку каждый раз нужно перезаряжать, и я теряю во времени на урон. Это выводило из себя. Теперь же с этим гранатометом вы можете делать выстрел, вешать очаг на моба, добивать его из другого оружия или чистить мелочь вокруг, затем снова возвращаться на гранатомет и приниматься за другого жирного моба, или продлевать урон по одной цели. Это ли не великолепная связка? По факту вы ни на секунду не останавливаетесь в том, чтобы наносить урон по противнику, даже не отвлекаясь на перезарядку. В итоге, горстка пепла хороший отсут. Он мне понравился. Он не имбалансный, но сильный. Его просто получить, если опять же сравнивать с анархией, то тем, кто в рейды не ходит, это может стать дополнительным плюсом. Да даже катализатор, каким бы геморройным он не был, но он делается в течение сезона. Я, конечно, заманался делать его в сжатые сроки, чтобы показать его действия для вас в видео, но если вы будете просто в течение сезона играть в гарнила или гамбит, катализатор выполнится сам по себе. Зачем мне вторая анархия с меньшим уроном, спросите вы? А затем, чтобы освободить третий слот под мощный меч и комбинировать самое лучшее оружие для ДПС. Но о мечах мы поговорим уже в следующем видео, ну а на этом можно, думаю, закончить. В этом сезоне нас ждет еще как минимум два экзотика, пистолет и лучевая винтовка, и как только появится квест на них, я сразу расскажу об этом на канале, так что подпишись, чтобы ничего не пропустить. Будем на связи. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok